Всем здарова, мужики! Этот день в Call of Duty Mobile настал, и сегодня ночью разработчики выкатили, наверное, самого хайпового персонажа за всю историю колды. Мифический Гоуст. Сегодня мы с вами его не только прокрутим, но еще и прокачаем на максимум. Этот аккаунт, кстати, мне предоставил Хазбула. Спасибо тебе огромное. Вот прямо сейчас остановитесь и напишите в комментариях, кто в детстве проходил Modern Warfare 2, и кто с грустью и печалью смотрел на то, как Шепард сжигает Гоуста. Короче, парни, 21 450 CP у нас есть на аккаунте, и поэтому прямо сейчас мы зайдем в рулетку и выкрутим мифического Гоуста. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу тебе напомнить, что если тебе нужна игровая валюта, то обращаться стоит к моим друзьям из PlayRock. PlayRock это маркетплейс игровых товаров и услуг, на котором ты можешь найти не только Call of Duty Mobile, но и более 400 других игр. Заходишь в описание и переходишь по ссылке на PlayRock. Далее регистрируешься на сайте, выбираешь нужный тебе товар, оплачиваешь любым удобным для тебя способом, и буквально через 10 минут заказ уже будет выполнен. Помимо покупки валюты, вы также можете выставлять свои товары и зарабатывать. Рейтинг 5.0 и более 3 миллионов отзывов. Эти ребята знают это не понаслышке, потому что закупаются именно там, за что им отдельный респект. Все ссылки ты найдешь в описании. Итак, парни, вот он. Вот он мифический Гоуст, и если честно, он мне не понравился, когда предикты какие-то дропали. Но вот здесь, вот дефолтный, он выглядит максимально сексуально. Плюс в рулетке здесь еще есть у нас КН-очка, сейчас она прогрузится. Есть КН-очка, которая, если честно, мне напоминает мифик на АК-117, только тут больше черного цвета. Что еще тут есть? HDR-очка, ну такая неплохая, прикольно сделана. Вот топорик, кстати, вот топорик очень крутой. Я, может, даже на своем аккаунте покручу для того, чтобы его забрать. Крылья, в принципе, дефолт. И что здесь? И здесь у нас огонь, да. Да, вот в таком огне Гоуст и горел в Modern Warfare 2. Ладно, парни, давайте попробуем выбить мифического Гоуста. А прикиньте, если он выпадет заранее. Давайте, давайте попробуем. Будет прикольно, если он раньше выпадет. Потому что я помню, я крутил тоже на аккаунте подписчика MG42, если я не ошибаюсь. И там MG-шка выпала намного и намного раньше. Ну, прокруты здесь, конечно, очень дорого стоят. Я не знаю, я вообще не вижу смысла забирать мифических персонажей. Потому что вот лично я за них не играю от слова совсем. Так, падает нам уже топорик здесь. Уже 440 CP прокрут, вы прикиньте. А, вертолет, мы еще на вертолет, кстати, с вами посмотрели. Ну, такой пойдет, базовый. 680 CP. 680 CP. Падает. Падает нам обои 1100 CP. Вот смотрите, вот сейчас 1700 CP. Либо Каенка, либо мифический Голст. Давайте. Ну, конечно же. Конечно же мне выпадет Каен. Конечно же мне выпадет Каен. Ну, какой мифический Голст. Все, 2700. Господи, как он дорого стоит. Как он дорого стоит. И вы посмотрите, как он из огня выходит. Из огня. Ну, у меня без звука. Но я вам какой-нибудь звучок здесь, наверное, ложу. Все, он зависит. Ладно. Слушайте, вот эта версия Голста реально мне нравится. Черный, смешанный с золотым. Но мы идем его, естественно, прокачивать. Так, улучшение. Тут 570 стоит. 10 прокруток. Давайте посмотрим, как его тут можно прокачать. Ну, вот это расцветки, как я понимаю. Здесь можно пса прокачать. Пса, самолет и коробку. Ну, вот это... Давайте, пропускаем анимацию. Давайте, крутите. Все равно, Хасбулла сказал, надо его прокачивать до фула. Подтвердить. А, выберите... Что выбрать-то? А, вот, смотрите. Вот так вот выглядит у нас коробка. Слушайте, но ящик... Ящик прикольный. Ящик прикольный. Наконец-то они его хоть как-то модернизировали. А, вот так будет выглядеть полет. Полет, знаете, что мне напоминает? Как в Гарри Поттере такие черные штуки летали. Я забываю постоянно, как они называются. Дементоры или как-то так. Вот это мне напоминает. Что здесь? А здесь у меня не скачено. А здесь у меня не скачено. Я так... Почему я вообще вышел? Я так понял, это скин на какого-то... На какого-то разведчика. Как мне выйти обратно? Здесь что у нас? А, я уже не могу смотреть. А, вот он. Вот так теперь смотрится. Так, здесь рука у него прокачивается. Но... Как будто бы в дефолте он намного лучше. Ну, типа красный. Ну, вообще... Вообще не туда заходит. Это что такое? Жест и циферблат. А, ну это походу эмоция какая-то. Ну, а это циферблат, который у него будет. И еще раз модернизируем мы руку. Короче, мне кажется, рука... Ой, ой, ой. What the fuck, man? Вы посмотрите на вот это. Вот это... Вот это просто пушка. Вот белая мне очень понравилась. Голубая тоже неплохая. Здесь что у нас? А, ну это я так понял. Слушайте, а если вот белую и вот здесь белую? Сейчас мы обязательно это сделаем. Ну и здесь самое дефолтное. Самое дефолтное. Давайте сначала покраски улучшим. У нас есть... Сколько там мы выбили? Так, еще 160. Нам не хватает. Давайте по первому левелу пройдемся. Ящичек тоже улучшим. И улучшим вот эту штуку. Руку я вообще не имею смысла улучшать. Если честно. Давайте еще 570 пи. Почему такая громкая рулетка? Давайте парочку прокрутов сразу сделаем. Чтобы у нас были... Чтобы у нас были карточки. До 820 дойдем. Уже 620. Еще здесь. Так, и давайте в прокачку вернемся. Да, да, я понял. Так, ну... Надо вот это улучшать. За 200 улучшаем. Самолет у нас появился. Вот я не знаю, собак нужно улучшать. Я вот реально не знаю, нужно ли улучшать хазбуле собак. Но как будто бы... Как будто бы вообще не стоит. Это мы уже улучшили. Еще за 200. Ну и покраску 100%. Покраску 100% надо купить. Так, давайте еще покрутим чуть-чуть. Еще чуть крутим. Хватает нам? Да, хватает нам на покрасочку. Ой, какой у нас сейчас сексуальный голос будет. Так, все. Прокачали покраску. И получается, надо либо собак прокачать за 420. Либо получить вот эту эмоцию. И я думаю, мы, наверное, сэкономим. Я не хочу прокачивать руку. Ну, типа, я не вижу смысла тратить деньги на руку. Вот посмотрите, как выглядит... А, вот так выглядит максимальный голос, да? Мне кажется, рука ему, вот это вообще не в тему. Давайте, еще 570. Сколько нам дали? 360. 10 тысяч CP еще осталось. Я что, за 11 тысяч CP его, по сути, прокачал? А-а-а, тут еще 570 надо будет. Или сколько там? 720. Еще 720, да? Чтобы вот этого открыть. 705 точнее. Ну, давайте. Давайте, окей. Руку, если что, Хасблла потом сам заберет, я думаю. А, стоять. Тут еще... Смотрите, я что не забирал? Вот эту темку. Так. Еще 40. Уже 390. Еще 60. Хорошо. Еще делаем за 570 прокрут. Великолепно. Сколько у нас? 640. А надо 705, да? Ну, еще... Еще за 500 сделаем пару прокрутов. Великолепно. И улучшаем мифического Гоуста на фул. На фул его улучшаем. Да. Не знаю, мне не нравится. Напишите в комментариях прямо сейчас. Мне не нравится, как он выглядит в фул-версии. У него очень много всего лишнего. Так, погнали. Теперь посмотрим и попробуем его кастомизировать. Так, выбираем мифического Гоуста. И теперь давайте. Броня. Вот так он выглядит фул. Вот так он выглядит намного лучше. Я не знаю, кто будет играть вот в этой версии. Какой-то Гоуст, которого поели чуть-чуть поняли. Вот эта версия просто сексуальная. И раскраску на него вот эту. А, это зона А и зона Б. Стоп, а как вот выбрать? А зону А как выбрать, например? Смотрите. Вы посмотрите, что за имба. Что за гигачат. Вот это, мне кажется, самое сексуальное. Вот. Идеально выглядит Гоуст. Можно даже зону А не красить. Вот так вот сделать. Смотрите. Просто сосочный. Просто сосочный. Так, навыки. Песель у нас такой, такой. А я этого не прокачал, наверное, да? А это что? Это разведчик еще качается? Или это вообще для разведчика? Только сетевая игра. А здесь разведчик и пес, я так понял. Или только разведчик. Непонятно. Продвинутое. Выбираем. Выбираем. А давайте почитаем, что это. Я одиночка, ты солдат. Жест Гоуста. Просто какой-то жест Гоуста. Окей. Окей. И здесь, что из этого продвинутое? Ну, я так понимаю, вот это. Ящик с трофеями, естественно. Здесь. А, здесь все продвинутое. Понял. Ящик с трофеями, естественно, продвинутый. Очень красивый ящик. Показ в Си, как он будет показываться. О, вот это, кстати, крутой показ в Си. Окей, Ралли. Вот это круто, окей. Вот это прикольная тема. Полет Гоуста ставим. Я даже не знаю, вот в каком сыграть. Я очень хочу сыграть в этом. Давайте посмотрим на него на полигоне. Вы посмотрите, какая у него стойка. Давайте посмотрим на полигоне. Какой же... Ну, вот этот Гоуст крутой. Сейчас я ему еще дам его катану. Вот этот Гоуст мне намного больше нравится. Блин, у меня Сансаха с булык стоит. Вот этот Гоуст мне намного больше нравится. И ноу? Очень крутой. Сейчас перчи ему снимем. И давайте, ладно, поставлю еще фулл прокачанного. А подождите, друзья. Смотрите, как выглядит фулл прокачанный. Где тут? О! А вот так тоже он очень круто выглядит, лол. Прикольный Гоуст. Но мне не нравится то, что у него... То, что у него сзади кирка, сзади плащ. Как будто дефолтный лучше. Не знаю, вы обязательно напишите в комментариях, парни. Но как будто дефолт Гоуст выглядит лучше. Типа прокачанный. Ну, тоже прикольный. Но у него много лишнего. Как будто фиолетовый, знаете, смотрится. А тот прям настоящий, брутальный мужской. И я думаю, мы в нем, пацаны, и поиграем. А вот еще, парни, кстати, вот такой вот синий, если что, прокачанный. Он так вот выглядит. И вот такой зеленый. А дефолтный, я так понимаю, он вот такой, да? Ну, дефолтный мне не нравятся вообще. Вот эти еще более-менее. Вот эти еще более-менее, реально. Вот синий неплохой. И вот такой вот зелененький. Но мне больше всего нравится белый Гоуст. И, наверное, да. Наверное, пацаны, вы меня извините. Возможно, вы хотели, чтобы я сыграл в таком Гоусте. Но мне этот Гоуст намного больше нравится. Вот он реально похож на Гоуст. Этот на какого-то додика похож. Посмотрите. Посмотрите на его лицо. Ну, вот это настоящий Гоуст. Вот это я даже, возможно, выкручу себе. Возможно, опять же таки. Вот этот Гоуст мне нравится намного больше. Так, пацаны. Вот такой вот у нас самолетик у мифического Гоуста. Вот так вот он выглядит. И, если честно, как мне кажется, выглядит он прям максимально посредственно. Как будто какой-то просто редкий скин. И вы видели уже стойку Гоуста. Он со своей собачкой всегда находится. Запустился я Алькатрас. Потому что обычку у меня, к сожалению, не ищет. Эй, а что в Алькатрасе у меня? У меня в Алькатрасе не показался эффект падения. What the fuck, бро? Ну, ладно. Я вам сейчас с обычки вставлю. Как я падал. Ну, реально, просто нет людей. Я не знаю, где люди в 3 часа. Но, надеюсь, хотя бы в Алькатрас они играют. Так, что здесь? Опа. Надо, знаете, что? А добивание, по-моему, с рукой открывается. А я руку как раз не прокачивал. Мне кажется, я руку как раз-таки, да, и не прокачал. А добивание вместе с рукой идет. Давайте проверим. Да, здесь обычное добивание. Здесь обычное добивание. У Мифик Гоуста особое добивание. Я если найду, вам сейчас тоже обязательно вставлю. О, Каенчик зато, смотрите. Каенчик зато сразу нашли. Вообще изи. Вы посмотрите, как сексуально выглядит этот Гоуст. Но он просто, он просто бесподобен, пацаны. Он просто бесподобен. Вот мне этот Гоуст нравится, я уже сто раз это сказал. Но мне этот Гоуст нравится намного больше, чем фулл прокачанный. Я не понимаю, зачем тратить столько CP на фулл прокачку. Если можно вот этого купить, и вообще все будет с кайфом. Но Гоуст, наверное, сейчас, вот в этом варианте, мой самый любимый мифический персонаж. Хоть я их и не люблю. Но вот этот Гоуст прям секси. Базару нет. Опа, Каенчик. Ну, нормальный такой Каенчик, кстати. Этот пашмак уже сколько раз я его прибил. Нормальный такой Каенчик, пойдет. Давайте вдаль попробуем позажимать. Ой, я кнопки перепутал. Вдаль пока не пошло. Откуда? Они там слишком далеко стоят. Но его чуть-чуть подкидывает, кстати. Вот когда вдаль зажимаешь. Короче, ладно, я где-нибудь здесь сейчас найду пинтов. Его, конечно, чуть подкидывает. Ааа, у меня тип на крыше. А что, он даже спрыгивать не будет? Лол. Там какой-то прям супер Алькатрас плеер даже не спрыгнул. А зато я в ловушку попал. Он за мной бежит. Надо скрываться, Гоуст, надо скрываться. Все, я ищу хилки. О, наныл. О, наныл Х2. Что там? О, ботики разбираются. Сейчас вмешаемся в их перестрелку. Ну, нормальный Каен. В упоре норм. Ну, конечно, Надаль. Конечно, Надаль. Ну, такое, как будто бы. Как будто бы такое. Наверное, есть Каенчики. Каенчики и поинтересу. Там моих братков пинают где-то. Пойду-ка я им помогу, наверное. Все со 117 бегают. Ну, это база. Опа. Вы куда там? Вульф. Куда там на друзей моих? Баканул. Хорошо. Где щек тут стреляет? Не, ну вот в Альке хотя бы эти кенты есть. Я вот только что обычку регал. Вообще никого нету. Здорово, Ботик. Сейчас под конец я чувствую, вообще огонь будет. Под конец карточки, я думаю, вообще огнище будет. Опа, братик. Почти. Какая фармешка у нас с кентами идет. Ну, не, неудобно вдаль вообще зажимать. Не, Каен, пацаны, как будто прям провал. Каенчик как будто прям провал. Мне максимально неудобно с него зажимать. Видите, его подкидывают в середине стрельбы. Дропов есть. А, дроп есть. Но он далеко что-то. Он прям как будто супер далеко. Ой-ой-ой, залетело против 117. 117-го в голову. Видели это? Просто 117-й не почувствовали. А. Все. Я понял, парни, я понял. Один раз 117-й не почувствовали. Это не значит, что два раза не почувствуем. Ну, типы просто в хате сидят. У них все хорошо. У них геймплей элькатрасный. Вчетвером. Сидеть в квартире. Все, я понял, я понял. Больше я к вам заходить не буду. Так, я сейчас на дроп лечу. Сейчас возьму Каен с дропом. Его должно поменьше вроде как трясти. О, тут бури. Давайте Каеночку тоже возьмем. Патры у меня есть. Ну, чуть-чуть совсем, кстати. Их, походу, кто-то забрал. Патры, походу, кто-то из моих друзей забрал. Потому что я там вижу у них БП-50. А все. Прибили уже тоже. Маньяка Ютуб. Прибили его. Вчетвером, да, там? Ну да, смотрите. Они просто вчетвером двигаются. Чекайте. Они просто не отходят друг от друга. Смотрите. What the fuck? What the fuck? Я даже палиться пока не буду. Давай, давай, запрыгивай. Давай, давай, запрыгивай, брат. Ой, как хорошо, да, запрыгнул? Ой, как хорошо запрыгнул ты, мужичок. Стоять. Там здесь пиралы кинуть. Хорошо, дайте попоймали. С Каеночки. С дропа. Ну не, куда ж ты? У меня тут уже братва, во-первых. Во-вторых, Каеночка. Третьих, ну спасибо. Спасибо за Патрик. Как будто бы нет, надо сказать. У меня, кстати, рандомы вообще нормальные попались. Мне даже не приходится за них что-то делать. Они сами убивают. Ой, еще Кент. Вульф. Это, мне кажется, тот Вульф с Кенеброкена, который сидел полчаса на крыше, нет? Только хотел сказать, здесь тоже ребятки есть. Ну, посмотрите, как Каенка. Короче, если с Каенки в голову попадать, то будет вообще великолепно. Вообще великолепно будет залетать. Блин, там моих братьев бьют. Сейчас я иду, пацаны. Я иду. У меня перо там в дропе есть, хозбулы точнее. Сейчас я перо возьму и приду помочь вам. Родной, ну куда ж ты встал так? Куда ж ты так в открытую? Опа. Братишка. Великолепно. Что здесь? А, он уже откис. Давайте заюзаем. Да и ловушки свои раскидал. Полтора заюзаем. Они там наверху, я так понимаю, сидят. Или нет? Как будто, да, наверху. Бедный пашмак. Сколько раз я его убил за эту катку? Как будто миллиард. А, сейчас зона на них будет сужаться. У-у-у, мы сейчас не зайдем просто к ним. Они там под ловушками сидят. Все, тут им злапс. А, они здесь сидели, да? Походу, да. Вот и все, с братьями разобрались. Сколько мы киллов с ними, интересно, стреляли? Они тоже норм стреляли. На самом-то деле. Либо один остался просто на крыше где-то сидеть. Либо я хз. Не, хе вон летят. Да, он походу там сидит в углу. Пойдем ему покажем. Мастерство залазания. А. Он одно хп. Он вообще убьет. Маньяк ютуб. На ловушках. Маньяк ютуб помочь. А я тут и сам разберусь. Маньяк ютуб. Не надо по ним помогать, потому что, во-первых, с нами бог. Во-вторых, с нами мифический гоуст, пацаны. С нами мифический гоуст. Ну, нормально. Нормально. 18, 26, 36, 41 килл отстреляли с братвой. Просто мифическом гоусте. Конечно, тоже. Конечно, ты хозбуле лайк поставишь. Хозбула так запотел жестко. Так, парни, не помню, показывал вам нет. Но вот эту собаку, которую мы прокачивали, это навык в королевской битве не для собак, а для разведчика. Появляется вот такая собака. Она ест, я так понимаю, чью-то плоть. И потом взрывается. И на карте вам, короче, отсвечивает всех врагов. Работает, как обычный разведчик. Просто вместо вот этой пульки анимация собаки. Вот и все. Ну что, братва. Вот таким вот, с одной стороны спорным, с другой стороны очень качественным и красивым получился мифический гоуст. Выкручивать его или нет, опять же таки, смотрите по вашим финансам. Я мифических персов практически не выкручиваю, потому что я в них на самом-то деле и не играю. Но вот этот мифический гоуст, вот эта его вариация мне очень понравилась. До фула качать 100% не надо. Если вам нравится гоуст, если вы фанат гоуста, если у вас есть лишний CP, вот такого себе пацаны мифического гоуста выкрутите и вам этого будет более чем достаточно. Я надеюсь, что этот ролик тебе понравился. Обязательно пиши в комментариях свое мнение по поводу гоуста. Не забывай подписаться на канал, если вдруг ты тут впервые. И, конечно же, про лайки тоже не забудь. Мы скоро с тобой услышимся. Пока. Пока, мой дорогой друг.